Сильная засуха сделала водопроводную воду непригодной для питья в нескольких городах вдоль испанского побережья Коста-Бланке. В результате отдыхающие и местные жители в регионе Валенсия выстраиваются в очереди на пунктах выдачи питьевой воды. «Да, туризм оказывает давление, нам нужно больше воды. Но если бы шёл дождь, то воды хватило бы на всё». Уровень воды в водоёмах региона снижается уже много месяцев. В итоге она стала более солёной. Так, власти сообщили, что в некоторых районах водопроводная вода небезопасна для питья. Теперь воду раздают бесплатно. «Нам выделяют по 20 литров в неделю, но нужно идти за ней, брать свои собственные бутылки и набирать воду самостоятельно. Но можно ходить в разное время». Экологи говорят, что проблему усугубляют изменения климата и массовый туризм в летние месяцы. «Та же система массового туристического строительства 60-70-х годов продолжается, и отменять её никто не собирается. Но территория имеет ограничения, за которые мы вышли по всем параметрам. Постоянная эксплуатация ресурсов не может продолжаться только ради выгоды нескольких человек». Только в районе Марина-Альта потребление воды резко возросло примерно с 2 миллиардов литров в январе почти до 20 миллиардов в июле. «В прошлом году у нас было менее половины среднегодового количества осадков. В этом году выпало около 10% среднего объёма. Если в будущем будет ещё жарче и меньше дождей, то мы вступаем в чрезвычайную климатическую ситуацию». Засуха вынудила власти прибегнуть к масштабным ограничениям. Так они запретили полив участков в дневное время, а также наполнение бассейнов и мытьё машин. При этом, согласно статистике, в этом районе насчитывается около 38 тысяч бассейнов, то есть один бассейн на каждые пять местных жителей. Засуха также больно ударила по сельскохозяйственной отрасли в регионе. В июле убытки в сфере превысили 65 миллионов евро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова